Еще раз всем желаем доброго утра и напоминаем, что это программа «Наше утро» и в студии для вас работаем мы, Алексей Юрченко и Александр Прессель. А так как сегодня Всемирный день хлеба, то и тема нашего эфира звучит так – «Хлеб всему голова». И сейчас мы хотим узнать, какой урожай пшеницы у нас в этом году в области Намалоли. И расскажет нам об этом Александр Завалищин, первый заместитель Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Александр Васильевич, доброе утро, добро пожаловать в нашу уютную студию. Доброе утро, доброе утро. Скажите, пожалуйста, Александр Васильевич, у нас такой вопрос. На каком этапе сейчас уборочная кампания и сколько придется, чтобы она продлиться? Вот смотрите, каждое второе воскресенье октября наша страна отмечает День работника сельского хозяйства. Заканчивается год сельхозяйственного октября и труженики села приступают тщательно подготовки уже к следующим сезонам, к следующим полевым работам. Поэтому, пользуясь вот этой передачей, я хотел бы выразить признательность всем труженикам села, всем жителям села за преданность сельскому хозяйству. Хотел бы поздравить их с этим праздником, пожелать крепкого здоровья, хорошего им настроения, созидания и удачи в следующем полевом году. Мы, конечно, тоже присоединяемся к поздравлениям, ведь они делают такое важное дело. Александр Васильевич, расскажите, а каковы результаты уборочной кампании в этом году? Можно ли сравнить с предыдущим годом? Посмотрите, чтобы получить хороший результат, необходимы три составляющие. Это подготовка самого коллектива, его техническая оснащенность, обеспечение. Это природно-климатические условия, это финансово-экономические состояния, это предприятие. И, как правило, вот в условиях Южного Урала мы очень ограничены во времени. Во времени проведения сезонных работ, проведения пассивных работ, уборочных. Нам нужно сеять в мае, а получать, убирать в октябре. Отклонение от этих показателей может привести или к потере части урожая, или к потере его качества. Вот в условиях текущего года мы достаточно эффективно провели пассивную кампанию. Мы увеличили на 40 тысяч гектар площадь самой пассивной кампании. 40 тысяч, это очень много? Это большой объем. Особенно поработали хорошо на масличном клине, на клине масличных культур. Это высокомаржинальные культуры, которые не традиционны для Южного Урала, но они необходимы, потому что это тема рынка. То есть люди входят на рынок с этими культурами. А вы скажите, пожалуйста, вы сказали, что увеличили гектары. А какой регион самый высокий уровень? Какой район в лидерах? У нас очень крупные территории. Это Брединский район, самый крупный по использованию пашни. Кизильский район, третий идет Троицкий район, дальше идет Варнинский район. Вот такие Чесминские районы, пятерка крупных замыкает. Вот в этом плане так. Но провели мы посевную кампанию неплохо, даже очень хорошо. К сожалению, юг, который я перечислил, те районы, не попали в экстремальные условия уже летнего-летнего периода. С чем это связано? Это связано с засухой. Четыре района объявили чрезвычайную ситуацию. Это Карталинский район, это Варнинский район, Агаповский и Брединский район. А в дальнейшем нам прошли ураганы по югу области, ветра сильные. И два района, Агаповский и Варнинский, тоже объявили Чесминске уже по ураганам. Но даже вот в этих условиях, которые я нарисовал, мы считаем, что год у нас сложился неплохой. Результаты тоже мы считаем достойные. По зерну мы намолотим, скорее всего, 1 миллион 780 тысяч тонн зерна. 1 миллион 780 тысяч тонн зерна. У нас будет 150 или 160 тысяч тонн масличных культур. У нас будет 130 тысяч тонн картофеля накопано и будет 135 тысяч тонн овощей. То есть это примерно показатель прошлого года. Примерно уровень прошлого года. Хотя условия были очень серьезные, экстремальные. Александр Васильевич, спасибо вам огромное за эту тему, которую вы сейчас так развернуто преподнесли нашим телезрителям. Ну а мы напоминаем, что сегодня с нами был наш дорогой гость. Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. А мы продолжаем тему хлеба и сейчас узнаем рецепт итальянской фокаччи в рубрике «Хозяйки на заметку». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...